Я, Джейдж Гудеевич Гожаной Исчерс, я уже начинаю осваивать бутмурский язык. Уважаемые жители Борезинского района, ну как я уже был представлен, меня зовут Исаев Андрей Константинович, я заместитель председателя Государственной Думы России. Я также являюсь первым заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России и работаю в президиуме Генерального Совета нашей партии. Вопрос, который меня обычно задают, когда мы встречаемся в таких аудиториях, почему я решил баллотироваться именно от Удмуртской Республики. Не буду скрывать, это была позиция руководства нашей партии, ее поддержали лидеры профсоюзного движения, и вот почему. Вы все знаете, я об этом уже говорил сегодня, в том числе с этой сцены, о том, что мы переживаем крайне непростой период. Мир вступил в эпоху глобального кризиса, который происходит уже не первый раз. И виновники этого кризиса одни и те же. Это англосаксонский финансовый капитал, который раздувает искусственный мыльный пузырь ничем не обеспеченных денег. Отчасти давал такие возможности председательские соглашения 1944 года. И каждый раз, когда вот этот пузырь раздут и когда уже они внутри себя исчерпывают ресурсы, они смахивают фигуры с доски, провоцируют глобальный мировой конфликт и на этом, как бы считают, дело сделано и закончено. Если бы не ядерное оружие у России и Китая, если бы не продукция, в том числе предприятие Удмуртской Республики, сегодня мы были бы втянуты в горячий конфликт. Сегодня бы мы уже, к сожалению, воевали. По счастью, такого глобального горячего конфликта нет именно в связи с наличием оружия ядерного сдерживания. Но против России ведется активная, так называемая гибридная война. Против нас в том числе используются экономические санкции. Отчасти именно эти санкции являются причиной того кризиса, который переживаем мы сами внутри страны. Есть, конечно, и ошибки собственные, но, тем не менее, внешнее давление сегодня беспрецедентно. Это значит, что никто нам не поможет выйти из кризиса, кроме нас самих. А это значит, что в России должны быть найдены точки роста. Вот с точки зрения тех коллег, которые обратились ко мне, одной из таких точек роста, безусловно, одним из таких локомотивов, который может потащить наверх российскую экономику, может стать экономика Удмуртской Республики. Сегодня в Республике сконцентрированы оборонные предприятия, это фактически арсенал нашей страны. И это важно не только потому, что этот арсенал обеспечивает безопасность, но и потому, что все больше и больше экспорт продукции оборонной промышленности становится соотносим по прибыли для бюджета с экспортом нефти и газа, углеводородов. А оборонная промышленность, она высокотехнологична, она загружает своими заказами другие отрасли экономики. Еще одна важная тема. Санкции и предпринятые антисанкции показали, насколько для России важна продовольственная безопасность. Сильно продвинулись в эту сторону. Мы выйдем, наверное, в следующем году на крупнейших экспортерах зерна в мире, опередив Канаду. Но вот одна из сфер, в которой у нас, к сожалению, пока существенный дефицит и Россия не в состоянии себя обеспечить этим важным продуктом, это молоко и молочная продукция. В целом молоко и молочная продукция находятся в дефиците в Российской Федерации. А в Удмуртии успешно реализуется проект, благодаря вашему силе развития животноводства мяса молочного, которое обеспечивает Удмуртию молоком на 140%. И поставлена амбициозная задача руководства республики выйти на миллион тонн в год производства молока. Это, конечно же, очень серьезное подспорье для решения внутренних российских проблем. Но для того, чтобы все эти проблемы решались, необходимо, чтобы люди здесь жили хорошо. Получали достойную заработную плату. знали, что никто не отменит им пенсии. Получали необходимую социальную помощь для того, чтобы развивалась инфраструктура. Потому что если молоковоз не может проехать, то можно произвести 10 миллионов тонн молока. Но куда это молоко потом денется, если его просто невозможно вывезти из-за плохих дорог? Необходимо решать эти вопросы. И это как раз та тема, которой я занимаюсь в Государственной Думе. Я депутат Государственной Думы с 2000 года. Избрался первый раз по списку Отечества «Вся Россия» возглавляемым Евгением Максимовичем Прим.